Большие спортсмены, легкие, так? Если зашкаливают, то что? Ну, все тебе говорят, что за дела. Та-та-та-та-та-та, выговор. У тебя все желание позавтракать перебили, все идут кушать, ты идешь тупо в свой номер и дожидаешься второй тренировки, которая начинается в 11. Зарядка закончилась в 9. То есть с 9 до 11 вот этот завтрак, вторая тренировка. Да, и отдых. И в 11 у тебя вторая тренировка. Но ты должен прийти в пол 11, так как ты должен подготовиться к ней, замотать ноги, руки, голову, там еще. Глаза. Да. Вот. Слушайте, вы понимаете, друзья, вы понимаете, вот никто не представляет себе, когда мы смотрим, знаешь, обычно, как мы все сидим, олимпийские игры, чипсы, как мы это любим. Все красиво, все замечательно. Жареные куриные ноги, вот это все. Мясо на рюмушках, пиво, если сидят, то говорят, ну давай, ну что ты там. Помните об этом, когда будете есть следующую порцию куриных ног, друзья. Свет, скажи, мы нарезаем стейками, да, вот эту свинку? Да. Ну, чуть шейка свиная, не забудьте, друзья. Свиная шеечка, вот она у нас такая. Хорошая, хорошая. С жирочком. Да, да, да. Вот она такая у нас. И мы... Удивительно, я могу такие вещи сегодня готовить, подумать, но сама-то... Ешь ты их или нет? Очень, я очень люблю. Ну, почему же мы? Так, закипела морковочка, посмотрите. Друзья, вот, ради внимания, пена, пошла большая сильная пена. В принципе, ее можно снять. Так, Свет, давай я тебе предложу сейчас вот... Пенку снимать. Снимать пенку. Да. И пенку снимаешь, лучок помешиваешь, так сказать, царит, так сказать, красота и уют у нас на кухне. А мы, друзья, с вами прощаемся на небольшой рекламный перерыв, после которого вы узнаете, почему многие спортивные обозреватели думали, что Ботвини – это жена великого гроссмейстера. Это наш. Опять, после вчерашнего, трюфеля на огороде искал Андрей Платонов, котлован. Доброе утро, друзья, еще раз. Это СМАК на первом канале. У нас гостяк Светлана Коркина, если сегодня готовит. Печеночный салат и запекаем свиную шейку. Для печеночного салата у нас практически во время рекламы, друзья. Пока вы смотрели рекламу, у нас тут ничего не останавливалось, у нас сварилась печень. Свет, ты можешь определить, сварилась печень или нет? Да, пора уже снять. Пора. Как, кстати, определить, что она сварилась? Вот как ты понимаешь? Самое простое – взять и попробовать. Взять и попробовать. Давай. Мы ее должны остудить, давай, да. Давай, доставай печень. Я напомню всем еще раз, что Света отпассировала лук в сливочном масле, и лук остывает, потому что он для салата. А вот здесь у нас варится... Морковочка. Морква. 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 Звонят колокола. Морква. Звонят колокола. Меня эта песня всегда встречает, когда я приезжаю из Санкт-Петербурга. А, да? А у нас, знаешь, мы когда выезжаем с Белгорода, отъезжаем и приезжаем, Белгород славянка поет. Славянка поет. А, то есть пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да, вот печенка у нас остывает. Ваня, я еще лук переложу, чтобы тоже быстрее остыть. Лук тоже остывает. А мы пока, наверное, займемся полотой, пока у нас наркотится. Занимаемся полотой. Что мы должны сделать с этим? Мы должны его... Пожалуйста, я хочу посмотреть... Как я буду это делать? ...как она коркина при помощи деревянного и колотушки. Колотушка тук-тук-тук. И так мы отбиваем, да? Нам не надо слишком много... Сильно, сильно. Мы его так, знаешь, слегаря? С слегаря. Раз, ты взял... И с другой стороны. И с другой стороны. Для того, чтобы лучше было оно такое... Во-первых, чтобы было помягче, во-вторых, оно быстрее у нас запечется. Давайте вам аплодируем. Полимпийский тюрьм, евросаиды, молоточки. Да-да-да. Давай. Смотри, потом вот так сделаем. Смотри, что делается. Так, чтобы оно было такое... Ну, чуть-чуть. Так. Так, хорошо. Потом же мы их посолим, поперчим. Поперчим. Хорошо. Я беру и перекладываю. Ну, вот больше где вот эти жилочки, знаешь, чтобы они пробили. Ну, смотри, не надо грушу вешать. Кого ты ненавидишь, можно взять просто. Да. А ты ровняй. Я представляю, вот ты кому представляешь, что это мясо пиваешь? О-о-о-о. Есть, да, такие люди? Сборную Румынию, спортивную гимнастику. Ну, нет, это уже отошло нам. Отошло уже. Конечно. Это уже было в той жизни. Сейчас уже другие люди. Да, к сожалению, их бывает хватает нам в нашей жизни. Так, хорошо. Ваня, вот я люблю не сильно соленое. Да, я полностью поддерживаю. Потому что соль, знаешь, задерживает воду в организме, потом... Да. Вот, ну, видите, мы посолили, теперь поперчим. Просто посолить, поперчить. Хорошо. Просто. Хорошо. Переворачиваешь, да? Переворачиваю. Ну, так, по всему объему мяса, или как сказать, по периметру. В общем, по всему мясу мы так солим, перчим. Так, я проверю морковочку, прости. Мне кажется, что морковочка готова. Практически. Она готова. Значит, ее тоже надо выловить и... Давай, я ее сейчас просто, эту морковочку... Понасыла. Просто. Потому что, конечно, салат можно есть и в теплом состоянии, и когда оно постоит... Когда салат постоит и в холодильнике. Вот, друзья. Так что уникальная вещь. Вот. Вань, я пошла опять в холодильник. Я пошла в холодильник. Нет, я взяла из холодильника, у тебя майонез. Майонезик, да. Что мы делаем? Что мы делаем с майонезиком? Мы берем, помажем сверху мяско. Давай вот эта штучка. Вот это, друзья, называется... Диетическое питание. Диетическое питание спортсменов. Есть, да? Да. С другой стороны? Нет. Ага. Что мы делаем? Берем лучок. Берем лучочек. И смотри, вот так вот. Аккуратненько посыпаем. Посыпаем, да. Ну, чтобы... То есть майонез выполняет роль такого связующего звена между... Конечно. Связной. Во-первых, оно пропитает мяско. Вот. Вот, смотрите, что мы сделали. Видите, какая штучка. Очень красиво получилось. Да. Дальше мы берем помидол. Помидол. Так. Берем. Что нужно с ним сделать? Мы аккуратнее. Кружочками? Да, кружочками. Давай, я сейчас прямо сделаю. Вот такими, наверное, да? Ну, можно уже. Вот такими? Да. Давай. Давай. Как? Правильно. Вот так. Прямо напоминает бутербродик такой. Так? Да. Помидоры. Дальше. Нужно теперь просто... Мы берем опять сливочное масло. Да? Вот так мы его... Оп. Наливочку. И помазать. Хорошо. Помазать. Помазать. Посмотрите, да. Для чего сейчас это... Давай я... Можно ручкой? Пожалуйста. Есть она, да? Ну что же, можем выкладывать? Да. И теперь, как тебе хочется... Я, ты знаешь, вот поставь... Свет, ну и помогай. Вот сейчас, подожди. Ну, вот. Давай, как тебе хочется? Вот так? Да? Вот так? Вот так вот, да. Вот. И? И? Так. Вот. Мы красиво, смотри. Подожди. Ничего страшного. Со скользкой помидоры. Вот. Мы их положили спать. Ну что? Ну что, теперь им пора заплуковать. И теперь, друзья, свет открывай. И мы встанем прямо вот, да, наверное, где-то... Ну, пониже я. Пониже. Центр. Да. Давай центр. Самый центр. И закрываем. Да. Все, 180 градусов у нас стоит, друзья. И у нас есть сколько? Минут 30. Минут 30. Друзья, пока мясо будет запекаться, Светлана своим острым взглядом уловила одно несоответствие у нас. У нас много печенки и... Маловато лука. Маловато нам пассированного лука. Так, я умею уже это дело делать. Ну-ка. Да, все получилось. Смотрите. Я прошу вас поаплодировать сейчас Свету. Она первая гостья, которой самостоятельно без моей помощи удалось зажечь огонь. В нашей студии, как мы называем? Давай я говорю олимпийский огонь. Олимпийский огонь. Ты несла его, да? Нет, я не несла. Ты никогда не несла?